Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич! Здравствуйте, Кристина! Расскажите, какие законопроекты и поправки к действующим законам вносят депутаты фракции ЛДПР? Депутаты фракции ЛДПР вносят огромное количество законопроектов. В целом, депутатская законопроектная деятельность очень активна в Государственной Думе. Единственное, не все законопроекты становятся законами и воплощаются в жизнь. Для этого и нужна Государственная Дума, чтобы обсуждать различные инициативы. Что касается тех инициатив, которые вносит фракция, если мы возьмем последние инициативы, которые мы унесли, одна из них касается, например, поддержки студенческих семей. Там три главных постулата. Первая позиция, что если студенты становятся супругами, то необходимо выделять жилплощадь, чтобы они совместно проживали. Некоторые, кстати, в УЗИ сейчас идут на это, некоторые нет. И возникают конфликтные ситуации иногда. Если наш законопроект будет принят, то это будет обязательно. Второй момент – это касается создания комнат или помещений для дневного пребывания детей. Чтобы за ними присматривали. Когда мама уходит на занятия, чтобы ребенок был присмотрен, все было хорошо. Ну, такие, скажем, вузовские детские сады. С одной стороны, это позволит маме без отрыва от учебы воспитывать ребенка. И, соответственно, в этом плане очень хорошо. А с другой стороны, может быть, в какой-то степени стимулирует рождение детей у студентов. Хотя такая вещь спорная. Но, тем не менее, сейчас позиция у правительства Российской Федерации с тем, чтобы женщины у нас раньше рожали детей. Желательно до 25 лет. Ну, это как раз студенческие годы. И третья позиция в нашем законопроекте, она заключается в том, чтобы выделялось дополнительное степение социальное, чтобы ребенка можно было содержать. Он, так скажем, самое необходимое можно было купить ребенку для того, чтобы он рос, развивался и все было хорошо. Поэтому вот такой законопроект, касающийся студенческих семей. Недавно тоже вносили законопроект, касающийся обязательного патрулирования улиц. У нас сейчас полиция имеет право патрулировать улицу, но не обязана. Я думаю, что в Рязани есть большое количество разных парковых сферов, таких переулочков, особенно в том частном секторе, где есть какие-то наливайки и так далее. Скопление людей постоянно происходит. Нетрезвых хулиганят, орут, не дают покоя местным жителям. И приходится вызывать полицию. Полиция может приехать, может не приехать, разогнать этот шабаш. Но если, например, было бы обязательно патрулирование, и как раз в патрулирование бы прописывались вот эти улицы, скверы и парки, где вот такое происходит, соответственно, это профилактически бы не доводило до таких скоплений, скажем, и хулиганство. Поэтому мы внесли законопроект об обязательном патрулировании улиц сотрудников Министерства внутренних дел. Но там есть проблемы, безусловно, что нужно увеличивать финансирование МВД. Мы тоже выступаем как партия ЛДПР за это. Есть вопросы увеличения заработной платы для рядовых полицейских, потому что она достаточно низкая. Сейчас работы очень много. Есть проблема с социальным жильем, и очень много у нас полицейских на очереди стоят на получении квартиры, и до сих пор получить не могут даже те, которые уже службу закончили. Поэтому это тоже вопрос, который нужно решать параллельно. Есть ли среди этих инициатив такие, которые ваши коллеги, то есть депутаты от других фракций не поддержали? Наши законопроекты, как правило, не поддерживает одна фракция. И вот с этим возникают проблемы. Ну вот тот законопроект, который я недавно докладывал, защищал его на уровне Государственной Думы, это запрет рекламы фармацевтических препаратов на телевидении рекламы или в средствах массовой информации, доступных в средствах массовой информации. Спорный вопрос, так скажем, спорный для правительства вопрос, ну и, соответственно, для той фракции, у которой большинство в Государственной Думе. Мы в ЛДПР считаем, что рекламу нужно запретить, потому что это приводит к самолечению. Это приводит к тому, что человек, исходя из того, что показывают в рекламе, покупает те или иные лекарственные средства, начинает их употреблять, ухудшая свое состояние. Зачастую потом тех, кто занимался самолечением, сложнее их лечить. И нужно еще больше государству денег потратить для того, чтобы это сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, не все фармпроизводители могут рекламировать свои лекарственные средства. И здесь получается недобросовестная, скажем, конкуренция. У тех, кто много денег, они могут. У тех, кто не так много денег, у тех фармкомпаний, они не могут свои лекарственные средства. Может быть, оно даже намного эффективнее. Здесь вот эта проблема еще есть. Но, к сожалению, правительство не поддержало, потому что считает, что если мы запретим рекламу на телевидении, то это резко увеличит спрос на практическое здравоохранение. Врачи, которые знакомы с нашим законопроектом, с которыми я обсуждал, это обсуждалось широкой медицинской общественностью, они категорически за то, чтобы запретить рекламу. Потому что у врачей есть своя литература, есть специализированные сайты, есть специализированные журналы, есть специализированные конференции, на которых они могут ознакомиться с новыми лекарственными средствами, которые выходят на фармрынок. И только врач должен назначать лекарственные средства, а не телевизор. Какие еще законопроекты и поправки планируете внести на текущие сессии российского парламента? Ну, я в целом, наверное, по направлениям вам обозначу. У нас сейчас идет избирательная кампания президентская, сами понимаете, от ЛДПР тоже есть кандидат, Леонид Петрович Слуцкий. И мы сейчас активно проводим опрос граждан, где люди пишут нам о тех проблемах, о которых волнуют. И не просто о тех проблемах, которые волнуют, а они пишут еще варианты решения, предлагают различные варианты. Конечно, есть и такие, которые нельзя использовать, очень радикальные. Есть, которые можно применять в работу. И мы смотрим рациональные зерна в тех или иных предложениях, которые нам люди пишут. И в целом некоторые из них ложатся в основу законопроектов. В частности, по направлениям, если брать, это вопрос поддержки малого бизнеса. У нас, кстати, совсем скоро будет большой круглый стол в Государственной Думе о проблемах малого бизнеса. Там будем как раз обсуждать, что не хватает, какие законопроекты необходимо принимать. Вопрос социальной политики, демографии, поддержки молодых семей, поддержки многодетных семей. Сейчас у нас год семьи. Президент обозначил. И в этом плане будет много и предложений, и новых решений, в том числе со стороны правительства. И мы тоже будем в этом участвовать. Поэтому это тоже имеет большое значение для нас, как для партии. Насколько я знаю, нового председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого относительно недавно избрали, и что изменится вообще в работе партии? Отразится ли это как-то на подходе в работе с избирателями? Ну, конечно, отразится. Ну, в руководитель. Безусловно, нам тяжело без Владимира Войча и Жириновского. То, что у нас была одна, так скажем, манера и проведения избирательных кампаний, и работы с избирателями. Сейчас у нас новый председатель Леонид Эдуардович Слуцкий. Он же и кандидат в президенты, кстати, единственный руководитель партии, который сейчас выдвигается в президента Российской Федерации. Все, видимо, остальные побоялись участвовать в выборах. Мы не боимся. И ЛДПР никогда не боится. У нас же даже был девиз и есть. Не врать и не бояться. Поэтому в этом отношении следуем добрым традициям. Владимир Войча, как руководитель партии, всегда ходил на выборы президента и участвовал в выборах президента. И в этом смысле мы считаем, что нужно дальше продолжать. Что изменится? Сейчас мы занимаемся мобилизацией наших партийных структур во время президентской кампании. Как раз смотрим, на что мы способны. На что способны партийные структуры. В частности, в Рязани. Я как куратор выборов президентских сейчас приехал в Рязань с тем, чтобы ознакомиться с работой регионального отделения, посмотреть на актив, посмотреть на депутатов, послушать, какие у них есть предложения, как они работают, оценить эту работу. Поэтому будем двигаться дальше. Мы будем активнее запускать различные проекты. В частности, у нас есть проект, посвященный спорту. И очень много людей приняло участие в прошлом году. У нас есть премия «Созидание». Это тоже совсем недавно была учреждена по инициативе Леонида Боровича Слуцкого. Это премия для предпринимателей, которые занимаются волонтерством, благотворительностью. У нас есть огромный такой проект «Плечом к плечу». Он посвящен специальной военной операции, помощи специальной военной операции и консолидации всех волонтерских движений, которые занимаются и помогают в специальной военной операции. И у нас недавно, совсем 13 января, прошел большой форум всероссийский. Больше двух тысяч участников со всей страны приняли участие. Это и швейбаты, которые шьют для наших ребят амуницию. Это и производители дронов. И сами участники специальной военной операции. У нас очень много вопросов таких обсуждалось на этом форуме. Поэтому много новых проектов. Задача сейчас во время президентской кампании сформировать программу, новую программу партии. Это тоже задача, которую поставил наш председатель Леонид Дмитриевич Слуцкий. И вот эти опросы, про которые я говорил, это как раз инструмент для формирования вот этой программы. Как заместитель председателя комитета по охране здоровья? Расскажите о текущей работе комитета. Комитет узконаправленный. Медицина, фармацевтика, здравоохранение. В этом плане есть несколько направлений работы. Одно из направлений – это защита врачей. Потому что большая сейчас проблема с кадрами. И проблема с кадрами именно в рисковых специальностях. Это анестезиологи, это акушер-гинекологи, это хирурги. И, к сожалению, некоторое время назад в Следственном комитете организовали целое подразделение, которое занимается медицинскими ошибками. Вы сами понимаете, что органы силовые, они всегда, если они захотят, ошибки найдут. Поэтому появилось большое количество уголовных дел, иногда даже которые не совсем обоснованы. И люди уходят в специальности или не хотят приходить в такие специальности. Поэтому вопрос декриминализации медицинских статей именно в законодательстве, он очень остро стоит. И наш комитет очень активно этим занимается. Это первый момент. Второй момент – это вопрос передвижных аптек. Я думаю, что в Рязани есть проблемы, в сельской местности не везде есть аптеки. Купить фармпрепараты – проблема. Надо куда-то ехать на такси, либо кого-то просить. Сейчас мы работаем с проектом, который как раз позволит запустить вот эти мобильные аптеки, которые силами частного бизнеса, скорее всего, будут так, будут двигаться по территории регионов и заниматься продажей фармпрепаратов. Что касается как раз-таки развития медицины на селе, есть какие-то еще проекты? У нас есть большой проект правительственный. Это развитие первичного звена здравоохранения. Он, в принципе, работает, но его недостаточно. Потому что у нас вопрос, конечно, в деньгах большой в плане здравоохранения сельского. Потому что это в основном на региональных бюджетах финансирование находится. И здесь не всегда хватает и для ремонтов, и для закупки нового оборудования. Но вопрос еще и в людях. У нас первичное звено, я имею в виду фельдшеры, врачи, которые на селе работают. Это в основном уже люди пенсионного возраста. И замены для них нет. И как только человек уходит на пенсию, то какой бы ни был красивый отремонтированный ФАП, он будет стоять пустой. И вопрос кадрового дефицита, он стоит остро. Но ЛДПР видит какие-то варианты, как можно решить эту проблему? ЛДПР видит, но нашей передачи не хватит, чтобы эти все вопросы озвучить. Ну а в целом вопрос касается, вообще вопрос находится в плоскости финансов. Если в системе будет больше денег, понятно, и будет больше возможности платить зарплату. Но зарплату не просто надо платить, надо выравнивать, чтобы не было перекосов. Например, зарплатная плата врача той одинаковой специальности в Москве и в Рязани не было в три раза выше в Москве, нежели в Рязани. Ну понятно, человек, почему. Ту же работу выполнять, он может приехать в другой город, получать, зарабатывать в три раза больше, нежели у себя. Поэтому вот этот дисбаланс как раз и провоцирует. А если зарплатная плата будет везде на одном уровне, то тогда человек сам будет решать, не, он спокойнее в Рязани, здесь меньше пробок, воздух чище. Сергей Дмитриевич, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. В эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч.